Почему мистер Уайт любит химию? Хочешь срубить бавла по-легкому? Те парни все у тебя купят. Даже если передавался ностальгии и воспоминаниям, которые связаны и с его учителем по химии Волтером, и, конечно, в этот момент времени, может быть, он уже решил для себя завязать с прошлым и начать новую жизнь, но человек-существо биопсихосоциальное, об этом приглашаю вас я помнить, и поэтому, если даже на психо-био-уровне он и решил начать новую жизнь, то ниточка, которая ведет его к его старому миру, к его старым социальным связям и, наоборот, приглашает его в этот мир вернуться. Как устоять перед этим предложением? Конечно, Джесси ответит – да, хорошо. Тогда чего приперся? Не знаю. С тобой потрещать. Думал, может, устроим разбор полетов, что ли? Устроить разбор полетов бывает полезным, правда? Когда вы с вашими коллегами-партнерами выделяете время для того, чтобы обсудить цели, которые ставите на будущий период, итоги по прошлому периоду. И, кроме того, даже можете обсудить, что предлагаете внедрить в работу, что внедрить с точки зрения правил, что можно, что нельзя. Итак, регулярные встречи для того, чтобы подвести итоги о проделанной работе, поставить задачи на будущий период и обсудить, что, исходя из полученного опыта, вы выбираете в работу привнести, какие новые правила внедрить, что для вас является нормальным, а что вы делать прекращаете. Это важная инициатива, с которой Джесси пришел к Волтеру. Наш с тобой мед всем вставил как надо. Если ты не против, еще со мной поварить. Пошел вон с моей территории. Чего и предложить нельзя? Свали и не возвращайся. Не требуйте от вашего собеседника принимать решение прямо здесь и сейчас. Да, Волтер сейчас не согласен с этим предложением, но настанет момент, когда он сам к Джесси придет и скажет «Давай». Необходимо время, чтобы брошенные семена внушений, так сказать, проросли в почву и дали свои плоды. Тем более, когда это еще и закрепляется деньгами. Тем более, учитывая ситуацию, в которой Волтер находится. Здесь, знаете, если перед вами есть полотно, на котором расположены камни, это полотно вы будете наклонять и камни никуда не денутся. Они покатятся. Гравитацию никто не отменял. Только знаешь что? Четыре штуки. Твоя доля. С продажи той партии. Да-да, прикинь. Я не все сдолбил в одиночку. Ну, что скажешь? Откуда он взялся? Не знаю. Все, хватит нас дурачить. Сколько раз мы тебе верили? Наркотикам в нашем доме не место. Пожалуйста, уходи. Спасибо, что не сдал меня. Может, ты вернешь мой косяк. В кавычках, кстати, не сдав своего младшего брата, а это косяк не Джесси, а младшего брата. Знаете, здесь есть несколько важных деталей. Во-первых, самоисполняющиеся пророчества. Родители Джесси настолько убеждены в том, что Джесси неисправимый наркоман, что неудивительно, что именно в этот момент времени они обнаружили косяк именно младшего сына, хотя не находили его раньше. Может быть, конечно, младший сын его и подложил, чтобы таким образом избавиться от старшего брата, как от конкурента. Учитывая, что он всю жизнь растет здесь и слушает разговоры родителей о том, что гораздо для них более важным и ценным является старший сын, а младший пусть хотя бы медалями доказывает свою необходимость и то, что он нужен. Смотрите, и здесь Джесси оказывает медвежью услугу. Покрывая младшего брата, он усугубляет зависимость младшего брата и обучает младшего брата тому, что он может косячить, создавать проблемы и будет кто-то, кто будет его покрывать. Вместо того, чтобы наоборот сделать известным этот факт, с ним работать системно. Судя по всему, оба сыновья здесь зависимые, родители созависимые. Необходимо работать и над зависимостью детей в данном случае, и над созависимостью родителей в специализированных учреждениях. А в противном случае все эти, да я тебя не сдам, да давай посидим, да сколько раз можно тебе доверять, опять срываешь наши обещания и прочие такие маневры, они не помогают, они наоборот усугубляют положение вещей. Поэтому неудивительно, что и младший сын, это лишь вопрос времени, тоже тяжелым наркоманом станет, чтобы идеально вписаться в ожидания родителей и их страх наконец себя реализует. В бесконечной конкуренции, чтобы получить любовь родителей, судя по всему, ИСО-переживание у младшего брата ампутировано. Некоторая эмпатия, возможность поставить себя на место другого. Он говорит Джесси, так может вернешь косяк? То есть никакого ни сожаления, ни грусти, ни печали, никаких иных, так сказать, поздних обретений человека здесь нет и может даже чуждо. Если всю жизнь он находился в гонке заслужить наконец любовь родителей, то как здесь может появиться это СО-переживание? Ему чуть более чем полностью все равно. Даже если Джесси прямо сейчас подохнет, какая разница, не имеет никакого значения. Зачастую человек не просто не хочет что-то чувствовать, он бывает и не может вовсе. Ну и коварство в том, что и проблемы-то в этом никакой не видит. Ну че, вернешь косячок-то, а? Говорю, по-моему, тебе это очень поможет. Позвоните и сказать, что начнем с понедельника. Мое резюме. Кстати, забыл написать в резюме, что у меня большой опыт в продажах. А вы займетесь, так сказать, рекламой. Не исключено, что Джесси посетил пару собеседований, чтобы в очередной раз убедиться, что не будет он работать в белую на работе для людей. Будучи тем, кто уже привык втирать в свою слизистую сахар, на нормальную еду перейти. И не так просто. Валд. Чего? Мы должны съездить. Как правило, человек начинается там, где он разрешил себе уверенно говорить «нет», на просьбы, которые выполнять он не может и или не хочет. Я слышу твою просьбу, я тебе в ней откажу, так как мне важно не ехать на дни рождения к людям, которых видеть я и не хочу вовсе. Надеюсь, мой отказ не повлияет на наши взаимоотношения. Если собеседник продолжает и дальше настаивать, запрещая вам сказать «нет», правильно я понимаю, что ты не услышал мой отказ. Многие люди думают, что если они скажут «нет», их другие перестанут уважать. Так именно поэтому и не уважают этого человека, который не умеет говорить «нет» и уважать никогда не будут. Очень важно говорить «нет». Вы можете сформулировать просьбы, на которые «нет» сказать вам сложно. Такой прием можете адаптировать под себя. Я слышу твою просьбу, понимаю, что тебе важно вот это. Я тебе в этом откажу, так как мне важно вот это. Например, это вне моих правил. Дай деньги в долг. Слышу твою просьбу, я тебе в этом откажу. Мне важно никому не давать деньги в долг. Это вне моих правил. Надеюсь, мой отказ не повлияет на наши взаимоотношения. Да ладно, что тебе, жалко что ли? Правильно понимаю, ты не услышал мой отказ. Смотрите, конечно, деньги в долг в данном случае – это как иллюстрация. Ситуации бывают разными. Но если вы соглашаетесь, хотя хотели сказать «нет», то, как правило, это ни к чему хорошему не приведет. Уверенно говорить «нет», когда вы хотите сказать «нет». Это право, данное вам от рождения, так сказать. Это ваша свобода. Слушаю вашу просьбу, я вам в этом откажу. Это со мной не созвучно. Не готов я этим заниматься. Надеюсь, мой отказ не повлияет на наши взаимоотношения. Так, правильно понимаю, вы не услышали мой отказ и продолжайте на меня давить, запрещая мне сказать «нет». «Нет», повторяю, это со мной не созвучно, это мы делать не будем. Ну и так далее. Очень важно тренировать способность говорить «нет». Волтер, судя по всему, не хотел ехать на этот день рождения к своим бывшим коллегам. Но не нашел в себе сил сказать «нет» и сказал «да», когда в очередной раз Скайлер выкручивала у него руки нытьем, так катаньем. «Нет», говорить важно. Это ваш стержень. «Нет». «Знаю и совсем не ною». «Нет, ноешь. Должны, понимаешь, чтобы снять напряжение последних дней». «Мы должны поехать на день рождения твоих бывших коллег, которые забрали и своровали когда-то у тебя твое дело, Волтер, для того, чтобы отвлечься и снять напряжение последних дел. Понимаешь?» Говорит Скайлер вслух, хотя для нее задача поехать на этот день рождения выклинчить деньги или и иметь страховку. Тема не в том, что это что-то плохое, а в том, что она Волтеру говорит одно, а делает другое. То есть она утаивает от него данные. Она обвиняет его в том, что делает сама по отношению к нему. То же самое, как мама в магазине говорит своему ребенку «В следующий раз купим», прекрасно зная, что не купит ни сейчас, ни в следующий раз, никогда бы то ни было. Что бы ему сказать, чтобы он отстал и забыл как можно скорее? Детятка, которая получает такое отношение о матери в свой адрес, когда проговаривается вслух одно, а невербально мышцами лица проговаривается мыслями совершенно другое, утрачивает адекватность. Он не обучается тому, как распознавать, где ложь, а где нет. Если родители считают ребенка идиотом, то его потом в дальнейшем, как правило, и все остальные идиотом будут считать. Ну, либо будет необходимо прикладывать усилия, чтобы работать над собой, отслеживать причинно-следственные связи между своими действиями и результатами. Итак, в очередной раз Волтер – глупый малыш в руках Скайлер. Да-да, давай съездим, отвлечемся, это же день рождения. Я же тебе не скажу, что я буду там клянчить деньги на твое лечение. То есть, это не Волтеру Скайлерта делает хорошо, а на себе делает так хорошо, чтобы чувствовать себя такой нужной, такой хороший, такой добрый, такой ради вас стараюсь. Мы тебе поможем. У нас отличная медстраховка. Ты чего наплела Эллиоту? Что? Рассказала ему про мой рак, да? Рассказала? Ну, мы просто разговаривали, а он спросил, как твои дела. И ты уж прости, но когда речь заходит о тебе, мне сложно сдержать эмоции. Что бы Волтер не сделал, он всегда будет виноватым. Скайлер всегда найдет возможность внушить Волтера чувство вины. Что бы он не сделал, что бы не сделала Скайлер, она всегда виноватым делает Волтера. То есть, здесь, ну и что? Это у тебя какие-то проблемы. Я же о тебе забочусь. Я же хочу, чтобы Эллиот о тебе и Гретхен позаботились. Чтобы у тебя все было хорошо. Ты что, будешь меня обвинять из-за того, что я все делаю ради тебя? То есть, любое движение Волтера, которое не вписывается в знаменатель Скайлер, это ее прекрасная возможность в очередной раз заставить Волтера чувствовать себя виноватым. Она положила на стол еду, он промолчал. Почему ты не говоришь мне спасибо? Она положила на стол еду, он сказал спасибо. А почему ты говоришь мне спасибо вот так вот? Что бы ни делал. Поэтому, если в ваших взаимоотношениях, что бы вы ни сделали, другой человек всегда найдет возможность внушить в вас чувство вины, сделать вас виноватым, то не надейтесь на то, что есть какое-то волшебное действие, которым вы сможете все-таки на другого впечатления произвести. Поэтому и здесь, видите, не то, что Волтер, извини, я действительно утаила от тебя, для чего мы на самом деле сюда едем. Мне жаль, это моя ошибка. Да какой? Ничего не жаль. Это ты, дурак, ничего не понимаешь. Я тебя сейчас научу, как жизни жить правильно. Постоянное внушение чувства вины. Волтер словно глупый сынок, который должен быть всегда виноватым. Если хоть что-то делает не так. Он понял, что что-то не так и надавил на меня. Он надавил на меня. Это он виноват. Это он вытащил из меня все эти данные. Я-то тут при чем? Во-первых, это он плохой. А во-вторых, я ради тебя стараюсь и все делаю для того, чтобы у тебя было хорошо. Но, может быть, всех этих проблем и не было бы вовсе, если бы не такое активное участие и вовлечение Скайлер. Надавил, значит? Да брось. Волт. Он зажал меня в угол и оставалось только рассказать правду. Правду? А может, надо было просто сказать «Волт здоров»? Мне не нравится твой тон. Всегда найдет возможность вызвать чувство вины у собеседника. Всегда. И вот это как, знаете, иллюстрация. Представьте, сколько таких сцен в их взаимоотношениях уже было до текущего момента. Как здесь не заболеть, чтобы хотя бы таким образом избавить себя от этих мучений, если другого инструментария нет? Это если воспринимать произведение как философскую притчу в первую очередь. Всегда откусывание, всегда откусывание плоти. Ты со мной сейчас как-то громко говоришь. Это ты что, издеваешься надо мной? Ты что, запрещаешь мне о тебе заботиться? Ты что, думаешь, мне все равно? Это он меня заставил? Это он вытащил? Это он виноват. А я такая бедняжка. Да, такое разворачивание принцессы, рыцаря и дракона. Я такая принцесса? Он дракон? А ты, рыцарь, должен меня спасти. И постоянные переключения. Нет, это ты, дракон. Как ты со мной разговариваешь? Почему так повышаешь голос? Мне же тяжело, больно. Небо низкое. Ну-ка, давай, делай то, что я тебе говорю. И здесь, конечно, Уолтер всегда раньше сдавался и заставлял себя говорить то, что от него хотели слышать, дабы не разжигать лишний раз какой-то конфликт. А это разве не есть насилие в чистом виде? Ты помогать будешь или нет? Мы права забыли и хотели узнать, вы не поможете купить упаковку пива? Ты знаешь, что нарушаешь закон? Вроде бы нет. Да, нарушаешь. О, попал. Будешь за всех отдуваться. Тебе повезло, что отец заступился. Надо усадить его перед нами и заставить рассказать всё начистоту, чтобы всё выложил. Волт, присядь, поговори с нами. Послушай, Скайлер. Помолчи, пожалуйста. Я знаю, Волт, как трудно тебе принимать чью-то помощь. Так уж тебя воспитали. Скайлер, мари! Иногда мне кажется, что я вообще ничего сам не решаю. Я никогда не имел решающего слова. Варить будем? Так, давай определимся. Здесь, в химии, рулю я. Я заведую варкой. А ты разбираешься по вопросам сбыта. Ну и когда рассказать думал? О чём? О раке. У тебя же рак, да? Я ж твой напарник, блин. Мог бы и рассказать. Сам, товарищ. Я? С надеждой в голосе спросил Джесси. Я? То есть ты видишь меня достаточно умным и достаточно хорошим, что готов доверить мне столь ответственное дело? Надо же, кто-то появляется в моей вселенной, кто видит меня умным, способным и готовым справиться и с таким вызовом? С надеждой в голосе спросил Джесси. Даже наверняка не верит в свои уши. Ты сможешь. Возникнет вопрос, и я тут сижу. Это тоже одна из причин, почему Джесси так привязывается к Волтеру Уайту. Потому что Волтер для Джесси единственный человек в его мире, который видит Джесси способным. В то время, как наверняка родители регулярно видели в Джесси неудачника, даже наверняка и до того, как он наркоманом стал, то Волтер видит Джесси способным. Ты можешь. У тебя получится. Знаете, это такой важный момент. Зачастую слово обладает такой маленькой ценой и такой безграничной ценностью. И как важно окружать себя хотя бы горсткой людей, да хотя бы одним человеком в жизни, который видит лучшее в вас и подчеркивает в вас это. Так держать. У вас отлично получается. Двигаемся дальше. В следующий раз на химиотерапии положи на голову лед. Тетка говорила, так волосы меньше выпадают. Сколько здесь? 26 с нулями. Джесси занимается еще и продажей того, что они сварили. Смотрите, сейчас вы увидите ошибку, которую совершает Волтер. Многие совершают ее в жизни. И таким образом делают жизнь хуже как свою, так и людей, которые их окружают. Особенно эта ошибка ужасна, если ее люди совершают в отношении своих детей. Сейчас я это прокомментирую. Ну, понятно, что мы воспринимаем происходящее на экране как метафору. Это как иллюстрация, лишь как элементы философской притчи. Сколько здесь? 26 с нулями. Джесси похлопал Уолтера по плечу. Я так потрудился. У меня так здорово получилось. Смотри, какие победы я совершил. Сейчас я тебе расскажу, что к чему. Еще видишь, я инициативу проявил. Тебе вторую мобилу для дополнительной конспирации купил. И смотри, деньги наличными. Разве не круто? Волтер, ну похвали меня, скажи, какой я классный. Давай вместе насладимся этой победой. Но Волтер фиксирует внимание на том, что Джесси немного опоздал, во-первых. И во-вторых, что так мало? Игнорирует победу. Вот это важный момент. Смотрите, даже если человек что-то не до конца сделал. Смотрите, вот метафора такая. Представьте, человек перепрыгивает через пропасть. И перепрыгнул ее на 99%. Из-за этого 1% ругать его не надо. Надо подчеркнуть. Здорово, что вы работаете над тем, чтобы полностью пропасть перепрыгнуть. У вас отлично получается. Уже 99% за плечами. Поделитесь, как вам удалось эту победу достичь. Рассказывайте. Первый шаг. Второй шаг. Как вы думаете, что может вас поддержать все-таки перепрыгнуть ее на 100%? Какой следующий шаг в этом направлении, как вы думаете, можно сделать? На ваш взгляд, что у вас получается пока не так хорошо, как бы вам хотелось? То есть создавать такие условия, чтобы человек и чувствовал свою победу, и исследовал, что можно добавить в работу, чтобы сделать сотрудничество с вами более эффективным. Поэтому здесь, Джесси, отлично, ты организовал мне вторую мобилу, позаботился обо мне. Приятно так? Давай, Питуль, уйди ко мне. Руку тебе пожму. Супер. Смотри, у тебя тут продавать получается. У тебя деньги наличными. Отлично. Давай посидим вместе, помозгуем, что можно сделать, чтобы увеличить наши обороты. А то объемы вон какие мы производим. Давай вместе помозгуем. Что думаешь? Видите, да? То есть подчеркнуть хорошее, что уже человек делает, и вместе с ним поразмышлять, используя открытые вопросы, что можно добавить в работу, чтобы сделать сотрудничество более эффективным. И все? 26 тысяч долларов? И это все? Ты что, издеваешься надо мной? Знаете, напоминает такую сцену. Ребенок показывает родителям свой дневник, и там, представьте, допустим, 8 пятерок и одна четверка. И все, внимание на четверку. Что это такое? Ты как себя ведешь? Это что такое? Или там 8 четверка и одна тройка, и все внимание на тройку. Что это такое? Это вообще что ты такое себе позволяешь? Видите, когда фиксирует внимание только на чем-то как бы похуже, тем самым обесценивая что-то получше. А что важно в этой ситуации сделать? Ого, у тебя здесь 8 пятерок. Ну-ка рассказывай, как тебе это удалось. Что тебя поддерживают в твоей работе. Вообще отлично. Как ты вообще этого достиг? Буду брать с тебя пример. Так держать, это серьезно. Че, как думаешь, что можно улучшить? Что можно еще в твою работу, в твое обучение добавить? Помните, это второй шаг. Второй шаг, то есть задавать открытые вопросы касательно того, какую позитивную обратную связь ваш собеседник может себе дать. Это не про оценки, это не про варку здесь. Это про само явление. Велик соблазн фиксировать внимание на негативе. Важно тренировать свою способность, фиксировать внимание на позитивных составляющих. А касательно негатива, как вы думаете, что можно улучшить, усилить, в работу добавить, обратную связь себе дать? Как вы думаете, что получается пока не так хорошо, как хотелось бы? Что в этом направлении выбираете делать? Отлично, Джесси. Серьезная сумма? Так держать? Отлично работаем. Давай вместе помозгуем, что можно еще улучшить, чтобы сделать наш бизнес еще успешней. Какие у тебя предложения на базе твоего опыта? Вовлечь. Делать своего собеседника не своим врагом, а объединиться с собеседником и врагом делать какую-то ситуацию на рынке, внешний мир и вместе над этим работать. А что думаете вы по этому поводу? У вас отлично получается изучать этот и другие уроки. Интересно, какие уже идеи ваш конспект вы занесли? Ты сколько мета продал? Грамм 30 почти. Когда я взвешивал, там было почти полкила. Куда остальное дело? Вздолбил? Слышь, я всю ночь людям мет впаривал. И видите, тут назревает совершенно неоправданный деструктивный конфликт, который является побочным эффектом разной картины мира в воображении каждого из двух собеседников. Джесси целиком и полностью убежден в том, что он так постарался, он так много сделал, он так вкладывался, так вкалывал, всю ночь не спал, работал, трудился. А Волтер убежден в том, что Джесси недостаточно хорошо работал, можно гораздо лучше, но ведь Волтер не был на месте Джесси. Как и наоборот, Джесси не был в голове Волтера. Поэтому прежде чем начинать катить бочку на собеседника, бывает полезно хотя бы на мгновение поставить себя на его место и посмотреть его восприятием на текущую ситуацию. Вот это яблоко раздора, которое любое сотрудничество превращает в разрушенный дом. Когда каждый из сторон думает, что делает гораздо больше, чем другая сторона, и другая сторона это совершенно не ценит и не понимает. Волтер думает, что он делает гораздо больше. Закон переступает ради таких маленьких денег, что это такое. А Джесси считает, что он делает гораздо больше. Всю ночь бегал, возился, продавал. Видите, столкновение картин мира, интересов и самомнения. Поэтому бывает полезно обсудить, кто что делает и как, находить лучшее, хорошее в работе собеседника, подчеркивать и обсуждать, какую обратную связь и рекомендации мы можем себе дать, подвести итоги проделанной работы, поставить задачи на будущий период, согласовать правила достижения поставленных целей и на базе проделанной работы давать обратную связь себе. Что, исходя из полученного опыта, мы с тобой выбираем убрать из нашего сотрудничества и что добавить. Отлично, мы умеем продавать в малых объемах. Теперь давай вместе обсудим, как будем двигаться дальше. И вот какой бы опыт у вас ни был за плечами, очень важно помнить, что здесь не бывает поражений, бывает обратная связь. То есть о чем-то мир и говорит, на что-то приглашает обратить большее внимание, какую-то работу над ошибками совершить. И гораздо лучше вместе над этим мозговать, нежели друг в друга вливать желчь ненависти. Это не от большого ума. Я думал, ты уже готов еще полкило продать. Узнаешь противогаз? Нет. Нет. Если есть вопросы, можете задавать. Сэр, вы так говорите, будто еще никого не поймали. Вы так говорите, как будто икс. Разрешите, я буду иногда делиться с вами еще и речевыми приемами, которые могут быть полезны в коммуникации, в общении с другими людьми. Вы так говорите, как будто икс, и потом можно какой-то вопрос задать для захвата. Давайте я вам покажу, как этот прием можно использовать, и будем плавно завершать этот урок. Если есть вопросы, можете задавать. Сэр, вы так говорите, будто еще никого не поймали. Обратите внимание, вы видите на экране крючки, крючками я называю манипуляции, попытка воздействовать на вас, чтобы сделать вас более послушным в выполнении команд манипулятора, вызвать чувство вины, стыда и так далее. Ну, от тебя совершенно не дождешься поддержки. Так, вы так говорите, словно я умею читать мысли и понимать, что вам надо. Что конкретно вы сейчас хотите? Скажите, я это рассмотрю. Тебе что, делать нечего? Эти уроки записываешь? Займись, Альберт, уже делом, наконец. Вы так говорите, что я должен запретить себе заниматься любимым делом и творчеством. И спрашивать у вас, чем мне заниматься. Я вам в этом откажу. Всего вам наилучшего. Видите, ну, Альберт, как ты можешь так себя вести? Ты же мужчина, в конце концов. Так, понял. Вы так говорите, словно если я мужчина, то я должен соответствовать каким-то вашим ожиданиям и заставлять себя делать то, что я делать не хочу. Это вне моих правил. На этом предлагаю закончить. Видите, да, вот такой прием. Вы так говорите, словно x, когда вы вскрываете некоторую манипуляцию и делаете известной свою точку зрения. Вы можете также и захват добавить здесь. Альберт, ну ум-то у тебя есть в голове? Вы так говорите, словно я должен запретить себе задавать вам уточняющие вопросы. Вы так не считаете? Или для чего вы это говорите? Да, вот этот захват, перехват инициативы вопрос в конце тоже может быть полезным. Буду иногда какие-то фразы, в том числе, выцеплять из ткани этого сериала и подчеркивать, как они могут быть полезными в широком спектре решения коммуникационных, коммуникативных задач. Итак, вот прием. Вы так говорите, словно x и потом захват. Вскрыть какую-то манипуляцию и задать вопрос для исследования картины мира вашего собеседника. Альберт, ты какой-то странный, не находишь? Так, вы так говорите, словно я должен соответствовать вашим ожиданиям касательно того, каким я должен быть. Скажите, для чего вы мне это говорите? В чем дело? Итак, как вам этот прием? И в целом приглашаю вас завершать изучение этого урока. Это уже восьмой выпуск по сериалу «Во все тяжкие». Интересно, что было для вас самым полезным. Смело пишите в комментариях ваши открытия и ваши мысли. И до скорых встреч в пространстве и следующих выпусков.